Зима перешагнула через середину и самое время задуматься об обрезке. Каждый раз, каждый год, приходя в сад, мы поднимаем из памяти, что мы должны сделать, как правильно обрезать, где не сделать ошибки, на что обратить в первую очередь внимание. И я хочу вам напомнить, прежде чем начать обрезку, всегда осматриваем дерево. И удаляем в первую очередь все поломанное, больное, сухое, поврежденное. И только дальше уже, собственно, приступаем к обрезке, формирующей или осветляющей. А сегодня я хочу рассказать вам о развилках, но не простых, о острых развилках, почему они так важны и чем же они опасны. Острыми развилками называются такие развилки скелетных, именно скелетных ветвей, которые отходят от ствола, угол которых меньше 45-40 градусов. Значит, самое время озаботиться, что мы должны сделать. Либо выпилить, либо, если дерево молодое, эту развилку можно исправить. Острые развилки – это самый острый момент в обрезке, в формировке молодого дерева. Часто мы не придаем этим развилкам должного значения, думая, ну ничего страшного, оно потом исправится, само как-нибудь рассосется, распрямится и так далее. Но чаще всего происходит наоборот. Оставленная острая развилка, которая сформировала скелетную ветку, вряд ли без вашей помощи станет более пологой, более прочной. И без вашей помощи здесь уже никак не обойтись. И это именно тот случай, когда лучше предотвратить в самом начале вот такое вот образование, чем потом исправлять. Итак, острые развилки лучше всего предотвратить еще на стадии формировки молодого дерева. Почему? Если мы оставим все как есть, со временем, вот в этой вот точке, в месте отхождения скелетной ветки первого порядка, вот она, формируется точка напряжения. Слишком острый угол, слишком острые углы схождения волокон древесины. И вот именно здесь чаще всего возникает потом трещина. Трещина, которая приводит либо к отлому ветки, когда она будет нагружена урожаем, а либо к появлению здесь какого-нибудь обыкновенного или черного рака. Почему? Эти две болезни типичные раневые паразиты. И они проникают в любую ранку, либо трещинку. А здесь как раз, мало того, что трещина образуется из-за того, что постоянно идет растяжение этой ветки, наклон ее, плюс еще в острых развилках очень хорошо скапливается влага. Там любят селиться разные мхи, лишайники, разводить сырость, короче, создавать все условия для того, чтобы здесь в острой развилке поселился рак. Так что нам делать, чтобы острых развилок было как можно меньше, а лучше вообще не было? Первое. Мы только купили деревце. У нас с вами молоденькое дерево, практически без ответвлений. Буквально вот такой вот тоненький, хиленький прутик. У него еще нет боковых ветвей, не заложена крона. И уже сейчас нужно думать о том, чтобы этих развилок не было. Когда мы проводим обрезку, первую самую, срезаем верхушку, чтобы спровоцировать ветвление, мы сделаем срез, во-первых, над самой здоровой верхней почкой. Вот она у нас здесь. И чтобы убрать будущее острой развилки в самом зачатке, удаляем вторую после нее почку, третью почку, иногда еще и четвертую почку. Почему? Чем ближе почки к верхушечной, главной, тем активнее они будут расти, если их оставить. И тем более острые углы они сформируют. Вот у нас здесь должен расти только один побег, будущий проводник. А это все конкуренты. И они часто дают именно вот эти вот острые развилки. Когда мы выламываем почечки после первой обрезки, мы этих конкурентов убираем в прямом смысле слова в зародыше. Второй момент. Мы купили и посадили кронированный саженец, саженец-двулетка, у которого уже есть первые скелетные ветви. И мы его внимательно осматриваем. Что мы должны в первую очередь сделать? Убрать, конечно, конкурента. Раз. Второе. У дерева есть уже будущая острая развилка. Вот она. Посмотрите. Ее угол гораздо меньше 45 градусов. Следовательно, мы должны либо удалить эту ветку совсем, либо, если она расположена в удобном месте, то есть здесь свободный сектор кроны, она хорошо отстоит от остальных веток. Мы на этой стадии можем превратить ее в прекрасную прочную скелетную ветку с хорошим углом отхождения. Как это сделать? Путем нехитрых манипуляций. Распорки и растяжки. При помощи небольшого грузика или шнурка мы оттягиваем вот эту веточку в нужное положение. Вот так. Либо помещаем сюда распорку. Это может быть простейшая деревянная прищепка, которую мы вгоняем в угол между стволиком и веткой до тех пор, пока ветка не примет нужного положения. Но и бывают, конечно, ситуации, когда ветка с острой развилкой выросла в том месте, где она не играет никакой роли. Ее спокойно можно удалить. И тогда мы, конечно, ее удаляем. И не забываем замазывать все ранки. Запомните, кстати, чтобы деревце было здоровым, молоденькое деревце, вот у него мы замазываем даже самые малейшие срезы, потому что оно молоденькое, площадью у него поверхность небольшая, и любая болезнь может его погубить. Так а какая же тогда должна быть правильная развилка? Если острая менее 45-40 градусов, то самая лучшая развилка имеет угол отхождения 45 градусов и больше 45-60 градусов. Это считается оптимумом. С возрастом под нагрузкой угол может только немножко увеличиваться и становиться все более и более прочным. А что же делать, если мы пропустили, просмотрели острую развилку, дерево выросло, сформировало крону, или мы купили, допустим, участок с уже заложенным садом, с практически взрослыми деревьями. Что тогда делать? Есть два способа. Первый. Ослабить эту развилку. Серьезно укоротить с переводом на боковую веточку, либо удалить ее полностью. Итак, первый случай. У нас есть острая развилка, но мы не можем убрать эту ветку полностью, потому что она находится в очень хорошем месте, занимает хороший сектор кроны. В принципе, она нас устраивает. Тогда мы можем ее просто ослабить. Что это значит? Мы должны укоротить ее с переводом на более слабое боковое ответвление. В результате того, что ветка пошла в сторону, веточка здесь более слабая, нагрузка на эту развилку снижается, ослабляется. И есть вероятность, что где-то мы сможем в дальнейшем от этой ветки, от другой ветки переформировать крону, чтобы освободившееся место занимать. Но бывают другие ситуации, когда ну никак мы не можем перевести на боковую ветку, ну не получается. Серьезная развилка уже пошла, трещина, есть риск разлома, и тогда остается только один вариант. Это ее выпиливание. В отличие от традиционных веток, которые отходят по более-менее пологим углом, где мы всегда срезаем по кольцу, по кольцевому наплыву, при срезке веток, отходящих под острым углом, есть свои нюансы. Здесь все просто. Берем внешний край наплыва и аккуратненько отрезаем, чтобы никаких не было у нас пеньков. Здесь тоже есть кольцевые наплывы коры, но если мы срежем четко по ним, мы получим довольно большую площадь раны, которая будет очень плохо заживать. Вот основная ошибка, когда острую развилку тоже спиливают заподлицо. Это неправильно. Бывает вторая ошибка, когда спиливают, оставляя хороший такой пенек. Это тоже неправильно. Нам при вырезке вот такой вот ветки, которая отходит под острым углом, важно соблюсти золотую середину. Не делать слишком большой срез, он будет плохо заживать, потом появится дупло, рак и так далее. Здесь, казалось бы, площадь среза минимальная, но мы оставляем пенек, который плохо заживает. Опять же, могут быть болезни, опять же, может быть рак. Мы должны найти вот эту вот серединку. Как это сделать? Итак, мы проводим условно перпендикуляр к поверхности ветки. Вот у нас вторая линия. Находим между ними, так сказать, среднеарифметическое. И вот по серединке между ними, кто помнит геометрию, мне скажет, что это типа, может, медиана или бисектриса. Я уже забыла, честно. Проводим под небольшим углом срез вот так. Получается, да, небольшой выступ, но он со временем очень хорошо затягивается. Кстати, если ветка, которую вы срезаете, большая и тяжелая, удалять ее надо обязательно по частям. Иначе есть риск, что вы во время отпиливания упустите момент, и она начнет сама отваливаться, зажмет пилу, либо оторвет кусок коры снизу. В результате травма конкретная. Поэтому, если ветка тяжелая, большая, длинная, срезаем верхнюю часть. Обычно делаем два приема. Небольшой подпил и спиливаем сверху. В таком случае, даже если ветка у нас начинает падать, вот этот подпил не даст разорвать кору. И только потом уже спиливаем оставшийся кусок ветки. И обязательно такие места тщательно-тщательно замазываем. Садовым варом, краской, бальзамом, любым средством по уходу за садом. А если это будет еще с добавлением фунгицидов, это будет вообще супер. Вот такие сложные попадаются объекты у нас в саду. Но поверьте, если вы за это возьметесь сами и возьметесь на ранней стадии развития дерева, когда все еще исправимо, то ничего сложного не будет. И острые развилки, как и острые моменты в вашей садовой жизни будут встречаться меньше, реже, а может и вообще полностью исчезнут. Кстати, большой ассортимент семян, саженцев, препаратов для защиты, биопрепаратов можно сейчас приобрести и в нашем интернет-магазине Процветок. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ведь обрезка на носу. И до новых встреч! Процветания вам!